Это программа на троих в эфире телеканала Арт-ТВ, ее ведущий Алексей Пиловаров, и наш сегодняшний гость Сергей Стержемский, в прошлом пресс-секретарь Бориса Ельцина, дипломат и режиссер. Путешественник. Путешественник, режиссер и охотник. Сейчас мы большой фильм начали снимать, называется он «Надежда и выстрел». Это фильм об охоте без выстрела, хотя название фильма «Надежда и выстрел». То есть мы идем против тренда, который существует в мире, против зеленых настроений радикальных, которые буквально захватили, но Россию нет, но тоже есть такие попытки. А мир – да, против охоты. Я хочу доказать, что без охоты, цивилизованной, рациональной, трофейной охоты, невозможно сохранить дикую природу и ее биоразнообразие. Вот, собственно говоря, это посыл этого фильма. Съемки будут где-то в 10 странах, где охота существует как очень прибыльная отрасль национальной экономики, и где охота дает огромное количество рабочих мест, большие налоги, и при этом биоразнообразие только растет. А можете пояснить этот парадокс для неохотников? Я понимаю, да, парадокс очень часто. Именно на этом парадоксе построен этот фильм. Этот фильм будет не для охотников, потому что охотников убеждать в том, что они сохраняют природу, не надо. А вот не охотникам надо это рассказывать. Парадокс состоит в том, что все в этой жизни имеет свою цену. И люди относятся к животным совершенно по-другому, если они знают, что это не просто бесплатное мясо, которое ходит по лесу или по саванне. Это не только конкурент в Африке за воду на воду и в борьбе за воду, борьбе за пастбище, но это материальная ценность. Как только они понимают, что это материальная ценность, и что есть люди в мире, которые приезжают к трофейной охотнике для того, чтобы добывать зверя, они моментально приходят к осознанию того, что лучше оставить их в живых, этих зверей, и не браконьерничать. То есть везде, где существует трофейная охота, существует правило рациональной охоты, основанное на научных оценках статистики количества зверя и квоты, которые можно брать каждый год, скажем, из той или иной популяции, везде идет рост дичи, прирост дичи. Как только закрывают охоту, моментально идет вверх кривая браконьерства. Это просто поразительно, но тем не менее это факт. Не могу не спросить, охота же все-таки разная бывает. Вот тут недавно опубликовали кадры, как охотится один из губернаторов российских, Иркутской, по-моему, области, когда он зимой его подвозит к верлоге, и он стреляет в упор в спящего медведя. Неужели это охота? Ну, смотрите, охота действительно бывает разная. Есть охота промысловая, есть охота трофейная, о которой я говорю, есть охота, третий вид, это охота малых коренных народов, которые охотятся прежде всего для того, чтобы получить дополнительное мясо, витамины и так далее. То, о чем вы говорите, тоже вопрос этики. Да, я вообще категорически против зимних охот на берлоги. И считаю, что в стране должна быть запрещена зимняя охота на берлоги, по той причине, что у нас не осталось специалистов, которые, практически не осталось специалистов, которые могут на слух определить пол медведя, который находится в берлоге. Раньше были специалисты, которые определяли по дыханию медведя, кто находится в берлоге. Скажем, самка или самец, или находится, скажем, там еще медвежата вместе с самкой и так далее. Практически я таких уже больше не видел. И сейчас это происходит коммерциализация, давно уже произошла коммерциализация этих охот, когда действительно люди продают места, где находятся в берлогах медведи. А дальше самка, не самка. Потому что принципы рациональной охоты, которые мы проповедуем, трофейные охотники, это запрет стрелять самок и, естественно, молодняк, тем паче. Мы стремимся охотиться только на очень взрослых самцов, которые, как правило, уже выходят из репродуктивного возраста. Есть такая формулировка. Поэтому я против такого рода охоты. Просто, ну, я, опять же, я не охотник, но, опять же, с точки зрения этики, это вообще не похоже на какую-либо охоту, сопряженную с риском, или чем бы то ни было, убийство спящего зверя в берлоге, честно сказать. Ну, это же вопрос этики уже. Это то, что губернатор или конкретный какой-то другой охотник считает для себя допустимым. Вот, я считаю, что это недопустимо. Не зная обстоятельств этой охоты. А вы, возвращаясь к вашим охотничьим трофеям, вы, насколько я правильно формулирую, добыли большую африканскую пятерку, да? Можете объяснить, что это такое? Да, ну, большая африканская пятерка, это гуляет, конечно, это информация, но это, в принципе, ничего сложного в этом нет. Это считается топовая пятерка охотничьих животных в Африке, куда входят слон, носорог, лев, леопард и буйвол. Ну, вот, big five, то, что называется. Ну, есть охоты гораздо более сложные, чем вот эти пять. А не могу не спросить, а стычки с защитниками природы у вас случались на вашем пути охотника? Нет, никогда не было, но будут обязательно вокруг фильма, но вербальные, конечно. Ну, то есть, я про это и говорю, то есть, вас обвиняли, ну, как обычно обвиняют охотников в убийстве. Конечно. И что вы отвечаете? Отвечаю, что, ну, да, действительно, изымаем из природы, да, ну, мы называем это добываем зверя, да, но потом надо объяснять причины, да, почему это происходит, и что это не во вред природе, а природа только от этого выигрывает. И таких примеров будет очень много. В том числе, сейчас уже могут этим похвастаться Таджикистан, бывшая советская республика, где возродили буквально мархура очень ценного, и целая экономика вокруг этого развивается. Мы этого пока еще в России не сумели сделать, на примере ни одного вида. Вот, Таджикистан уже сейчас один из лидеров в мире по сохранению и возрождению, сохранению вида, возрождению охоты на него. Вот так и надо подступать. Собственно говоря, без защиты дикой природы она не может существовать сейчас, к сожалению, потому что человек везде, а более опасного зверя, чем человек, в природе не существует. Собственно говоря, мы правильно понимаем, что все ваши многочисленные трофеи, то есть головы убитых животных, зверей, хранятся у вас в загородном доме? Ну, у меня есть трофейный дом, да. Я вот теперь как раз думаю, как поступить с этой коллекцией, потому что коллекция очень хорошая, и есть у меня масса друзей, которые об этом тоже задумываются. И у меня мечта создать музей охоты в стране. У нас в стране нет музея охоты, кстати говоря. Есть маленький музейчик Росохота Рыбаловского Союза, но это несерьезно. Хорошо, что он есть, но он очень маленький и малоизвестный. Мечта у нас у многих создать музей национальной охоты, и мы бы с удовольствием отдали свои коллекции в этот музей. Так что, если какой-нибудь разумный передовой губернатор нас слушает, и у него появится желание, то пусть и обращается. А не бывает страшно вам оставаться одному в доме, где столько голов по стенам? Нет, дело в том, что это в этом доме не животное. То есть он просто как ваш частный музей? Ну, он как музей, да, и место проведения различных встреч, потому что обычно там всегда застолье проходит и так далее. С охотниками? Ну, и не с охотниками тоже. А вы можете объяснить, поскольку, как мы уже с Тихоном упоминали пару раз, мы не охотники, даже близко, этот тип азарта, он ничем другим не заменим, другим каким-то азартом, не знаю, там, прыжками с парашютом, каким-то другим экстримом. Что это за такой тип адреналии, который вас так тащит? Не знаю, это же не только азарт. Охота мне дала... Последнее для меня в охоте – это добыча трофея. Это последнее в цепочке того, что я жду от охоты. А первое? Ну, вот я только что появился здесь у вас, случайно, совершенно, потому что я должен был сейчас находиться на острове Саутгемптен, провинция Нунавуд, северной арктической территории Канады. Собственно говоря, я оттуда и приехал сюда, просто досрочно завершив охоту и съемки. Я планировал две недели там оставаться, но нам повезло, что мы добыли то, что мы хотели, отсняли за пять дней. Поэтому только благодаря охоте я сейчас побывал в легендарных землях, где, скажем, был такой Хадсон, известен как Гудзон. Они искали северо-западный проход в Индию, где погибло очень большое количество, включая Хадсона, погибло большое количество мореплавателей, где я имел возможность общаться и охотиться вместе с эскимосами, или, правильнее их называть, инуитами. Где мы отсняли опять определенные традиции, ритуалы, которые можно увидеть только там. Поэтому охота мне открыла огромное количество мест, о существовании которых я даже никогда бы и не подозревал, если бы не было этой охоты. Поэтому первая для меня, это познавательная часть, я еду, как правило, всегда в новую точку. Вот после вас я опять возвращаюсь туда, только еду на Аляску, лечу, а потом провинция Альберта. Практически каждый год я бываю в тех местах, в которых я никогда не был и никогда больше не буду, потому что это все одноразовое, как правило, появление. То есть без охоты вы бы туда не поехали? Нет. Ну, только на съемки этнографических фильмов я ездил в такие же места, которые сопоставимы с охотой. Ну, потом мы находимся же практически либо в горах, либо вот здесь северной территории. Вокруг вас никого нет. Там 41 тысяча квадратных километров этот остров, и там живет 900 человек. Вы находитесь все время один на один тет-а-тет с природой и с теми людьми, которые вас сопровождают. Поэтому охота, она дает очень многое в плане открытия и жизни людей в других точках, и самой природы. Потому что в тех же Гималаях, да, в Непале. Ну, никогда бы я не полез на высоту 4,5 километра просто ради того, чтобы полюбоваться горами. И потом разорвать там мениск. А кого вы там добывали на высоте? Там был тар или еще называется блюзший голубой баран. Они живут на этих экстремальных высотах. И жить в палатке на высоте 4,5 километра тоже, я вам скажу, дорогого стоит. И поэтому для меня вот это очень важная сторона охоты. Опять же, благодаря охоте я в американской глубинке, помню, в прошлом году, нет, накануне выборов, а потом после выборов в Вайоминге, например, или в Техасе, или в каких-то других штатах, когда начинаешь говорить с американцами рядовыми, многие очень поддерживают его. Потому что, опять же, призма восприятия, она меняется, да. Одно дело отсюда мы смотрим, а с другой стороны американцы видят его другими глазами. Ну, вот, например, сравнивая с мадам Клинтон, но вот все мои собеседники, это были люди, это обеспеченные американцы, потому что те, кто занимаются охотой, а в сфере охоты в Америке создано 600 тысяч рабочих мест, 600 тысяч рабочих мест. В России по оценкам, по оценкам, максимум 80 тысяч, 600 тысяч рабочих мест. Они все говорили, что, по крайней мере, он не такой лгун, как это Клинтон. Но были неоднократно случаи, в том числе и в Центральной Африканской Республике, нападения браконьеров, тех же на охотничьи лагеря, которые держались белыми. И были ситуации, когда вот эти самые охотники, они отстреливались, оказывали вооруженный отпор. Им абсолютно все равно, в данном случае белые или не белые, не имеет значения. А вы чем вооружены, когда ездите на охоте? Ну, в той охоте был карабин, блейзер 375-й калибр, довольно солидное оружие. Но со мной это выстрел, надо каждый раз перезаряжать оружие, это не Калашников. Ну, и вы были готовы отстреливаться, по случаю необходимости? А в такой ситуации, а что еще остается? Да.